С начала мая и по конец августа в Ленинском районе пройдет плановое отключение горячей воды. В течение двух недель почти каждому придется перестраивать свой график, чтобы все успеть. И мы узнали у людей на улице, как они с этим справляются. Семья Алены Никитиной двое детей. Молодая мама рассказала, как они запасаются горячей водой. Раньше встаешь в любом случае, потому что воду с вечера бывает, приготовляешь, греешь, она еще даже может до утра не остыть особо, ее слегка подогрелы. Моешь детей, подмываешь, если маленькие. И так же сами. Других вариантов нет. Но некоторые нашли для себя выход из этой ситуации, установив водонагревательные бойлеры. У нас конкретно в нашей квартире стоит вот этот бачок накопительный водяной от электро. То есть при отключении воды мы не испытываем каких-то сложностей, трудностей с этим. У меня дома также установлен водонагревательный бойлер. Система очень простая. Горячая вода отключается, холодная вода подается в нагревательный бак. Когда красная лампочка гаснет, по всей квартире можно пользоваться горячей водой. Но все же давайте разберемся, зачем проводят плановые отключения. За разъяснениями мы отправились в Видновскую теплосеть. Главный инженер Роман Балаян рассказал, что с пониманием относятся к возникающим неудобствам горожан. Поэтому ежегодно они стараются уменьшить время профилактических работ, совершенствуя систему. Но пока необходимость остановки подачи воды остается. Нам надо успеть за две недели провести гидроиспытание всех магистральных тепловых сетей в городе. Несмотря на то, что у большинства жителей отключение горячей воды положительных эмоций не вызывает, процесс этот считается важным и необходимым. Поэтому, чтобы без проблем пережить зиму, нужно немножко потерпеть летом. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.